итак наш новый сарайчик сегодня у нас 6 ноября начинаем работы по созданию мастерской значит здесь у нас 11 метров в ширину или в длину да в длину 11 метров ширина 420 вот здесь будет часть территории отгорожена под мастерскую сейчас я убрался с пола сбрызнул его водой надо все начато замести прогрунтовать пол сделаем сегодня гидроизоляцию ну или прогрунтуем завтра утром гидроизоляцию нанесем и после этого из бруса 50 на 100 ну это не весь тут у меня он еще на как на чердаке запас есть с него будет собрана стенка ну а там дальше будет пол деревянный поверх бетонной плиты и так работы снимать не буду потому что как бы это абсурдно снимать как я лажу на четвереньках кисточкой мажу пол буду просто озвучивать те работы которые я делаю так поехали так я замел пол кстати по поводу стяжки значит здесь поверх залитой плиты по месту 16 сантиметров плита бетонная из фирменного бетона покупного фабричного сверху сделана стяжка ферозитом ферозит 425 если не ошибаюсь но мне тогда подошел по цене потому что здесь достаточно большой объем здесь что-то было около 80 или 90 мешков сейчас уже не вспомню вот ну дохера вот мы тут втроем целый день заливали стяжка не толстая около трех сантиметров в самых тонких местах с сеткой по поводу самой стяжки значит вот мне такое впечатление что если стать веником и мести в одном месте махать то можно ее протереть до нуля то есть вот сколько веником не заметай столько летит пыль для сравнения у стяжка залитая в погребе сух там кстати погреб сухой залита силтеком с 20 то там пыли нет вообще можно веником ногами шаркать признаков пыли нет ну то так может кому-то будет мой опыт интересен и актуален и размечаем размечаем помещением его точнее его размер отсекаем значит поставил вертикальную линию отмерил значит 740 я оставляю вот это помещение от той стены до простенка и вымеряю четко линию по полу где будем наносить гидроизоляцию применяю такой на 12 линий дека лазер не незаменимая штука для таких работ так линию отбил при помощи лазерного уровня и промазал пол грунтовкой глубокого проникновения 117 циррозит я вот такой пользуюсь не реклама просто я и как-то красил дом перед покраской грунтовал поверхность уже дом 6 лет стоит ни одной трещины ни одного скола все отлично вот я думал что за ночь она хорошо полимеризуется и с утра мы нанесем на нее первый слой гидроизоляции потом сделаем паузу где-то в 4 часа приблизительно думал после обеда мы нанесем второй слой вот такой план все до завтра так наш пол переночевал пропитанный грунтовкой ст 17 грунтовку надо солнце убрать сейчас мы будем наносить на него гидроизоляцию ну да он теперь обеспыленный он такой как проклеенный чем-то до грунтовка полимеризовалась и по цвету разница видно вот четкая линия где прогрунтована гидроизоляцию четко как и любой раствор перед потреблением надо перемешать и так нас начинаем такая не очень простая работа она по консистенции такой как уже под застывшая резина и честно говоря кисточкой а тонким слоем вкатывать его в стяжку нужно прикладывать определенные усилия такая кисточка туго идет и размазывается туго она была как под застывшая так что за пять минут эту работу не сделать чем первый слой я нанес гидроизоляции теперь надо сделать паузу пусть он высохнет и поперек был наносить второй значит кому интересно вот как ведро ой всем семь с половиной килограмм ведро ну полное ведро не ушло где-то две трети наверное ушло осталось может четверть осталось там где-то тогда ближе наверно четвертушки вот но я сильно толстым слоем я не мазал здесь помещение без воды это не ванная комната не туалет это просто гидроизоляция под деревянным полом здесь будут лаги лежать и будет пол сделан из ойсби плиты и сверху линолеум что так задумано все делаем паузу сушим сушим первый слой нанес второй слой ухтурки запыхался я честно говоря очень сложная штука она такой консистенции полузастывшие резины такое очень туго мажется кошмар на руке мазали понатирал ужас 21 ноября возвращаемся к нашей мастерской будущей значит значит стену будем делать из бруса брус 50 на 100 у меня его очень много осталось от опалубки лодочного гаража много пошло на стропила стропила из него же сделаны вон крыша вот ну что-то осталось в общем понятно на стропила мы выбирали самое ровное осталось разное кривулячье но я думаю что из этого кривулячья я что-то еще сумею выбрать на стены если не хватит значит докупим длиной 420 надо две планки нижняя и верхняя и вертикальные стойки будут значит крайне дверной проем и плюс шагом 600 миллиметров в этот шаг будет вкладываться каменная вата ну скорее всего уроку посмотрим то что идет для стенового наполнения стенка будет теплая помещение будет теплое с отоплением так поехали 4 декабря стенка собрана в лежачем положении эта стена каркасного типа будет обшиваться с одной стороны usb плитой и толщина ее брус 50 на 100 значит толщина стены будет 100 будет наполняться минватой почему стенка собирается лежа ну для того чтобы сэкономить вот на таких вещах смотрите вот эти стальные углы они перфорированный крепеж как бы денег стоит когда собираешь стену лежа лежа мы можем как здесь 2 120 в торец наискосок и каркас стоит значит почему стена без диагонали упрощенный вариант потому что стенка будет стоять между двух кирпичных стен между этой и вот этой и боковых нагрузок на искривление на нее никаких не будет пришел кум помочь сейчас мы вертикально поставим и на стене закрепим в общем то две минуты работы с кумовьями и сыном и стенка стоит для обеспечения зазора каркаса над полом я так себе придумал что-то будет 10 миллиметров потому что у нас будут лаги 50 и usb плита сверху будет 15 ну плюс линолеум я поэтому решил 10 миллиметров приподнять стену над полом значит под всеми вертикальными фрагментами лежат обрезки фанеры толщиной 10 миллиметров каркас стены без диагоналей и подняты вертикально он может играть вот так право-лево то есть шататься свободно потому что мы его сделали на пару сантиметров уже чем ширина от стены до стены ну во-первых нужен зазор для того чтобы его пеной уплотнить а во-вторых нужен зазор для того чтобы поднять стену потому что когда она лежит на полу и сделано впритык если на стене есть какая-то неровность его просто подклинит и поднять вертикально ее не получится значит как выставляется геометрия все очень просто используем такие клинки клинья нарезал болгаркой там целое жмение выставляем лист торцуем так как лист отрезан на станке и все его стороны строго параллельной перпендикулярны он идеальный прямоугольник крепим торцуем вот здесь край крепим саморез 1 чтобы была возможность играть и клиньями выжимая стену в ту или иную сторону выставляем край вот фирменный рез край плиты вот этот выставляем четко посередине этой балки на этой балке будут стыковаться два листа здесь будет добавочка сюда вот в этот промежуток это длиной проем следующий в общем клиньями выжимая стену от одной стены вот каркас стены от одной стены кирпичной до другой торцуем так чтобы плита стала здесь на середину на метку середину листа то есть стойки и здесь тоже внизу это вот серединка вынесена на пол для удобства потом вот у нас видно четко на середину стало все можем этот лист как бы прошить в нескольких местах на каркас это нам даст уже не меняемую геометрию листа мы тогда сможем анкера ставить ну стену крепить вертикально пенить и не бояться что стена изменит свою прямоугольность делать вот выставил лазерный уровень четко по ребру бруса это притом что клиньями так предварительно выжал стену распёр получается почти идеально получается там разбег может быть пара миллиметров на таком размере это отлично учитывая что еще все будет пениться все сделано зазорами даже так чтобы можно было вписать сюда и лист usb и все остальное красиво получается лазерный уровень помощь вещь незаменимая бомба можем проверить эту стойку по которой мы лист стыкуем вот навел луч на край листа четко стыкуется по нижнему по верхнему краю на листе просто идеально вот по нижнему по верхнему краю бомба так выставил размер от края стены вот край это внутренний край стены вот в помещении мастерской выставил 340 теперь ну вот от стены которая как но сюда вот теперь где-то на высоте сантиметров 10 вот здесь может 15 минут это неважно здесь сверлим отверстие отверстие сверлю все вам 11 под анкер десятку в древесине будет сверло 11 в газоблочной стене будет сверло 10 и фиксируем анкером потом выставляем вертикаль по лазерному уровню и фиксируем верхний верхнюю часть стены вот такой у нас план поехали теперь когда нижний край зафиксирован вот здесь анкером вот в этом месте мы проецируем вертикальную линию лазерного уровня на грань на грань этого бруса вот на это ребро и молоточком двигая эту стену ну верхнюю часть выставляем ее четко уровень вертикально процесс несложный ну такой просто для понимания физики всего процесса я показываю это выставил стенку и по горизонту и по наклону все как на байконуре все в нули стало все наклон нулевой перекос нулевой все просто идеально 4 метровый брус 50 на 50 это будет лаги на полу здесь 58 почти 60 метров погонных так поехали работать привез брус 50 на 50 4 метровый сложил временно здесь беседки пусть немножко обсохнет он просто мокрюще его мокрым порезали но это естественно и он лежит под дождем и вторую неделю идет дождь на улице напомню здесь в этом помещении будет на полу собрана решетка ориентировочно 60 на 50 сантиметров с таким шагом чтобы уэсби плиты стыковались хочу накрыть плитами и накрыть линолеумом плиты пятнашка 15 миллиметров толщина у меня остались от опалубки нижнего гаража для того чтобы они были чистыми мы их фундаментной пленкой застыкли или вот я с одной плиты снял пленку вот такая она чистенькая не без того там на на торцах немножко бывает цемент такое ну то не смертельно значит бруски выложил в ряд сейчас купил какую-то огнебью защиту такую ну супер ей у меня промазаны вон и балки на потолке и стропильная часть ей же промазано вот сейчас мы их мазнем пусть пару дней полежат просохнут и будем собирать решетку хочу поделиться впечатлениями значит из бруса 50 на 50 сделал рамку прямоугольную одинаковые стороны прямоугольности конечно нету потому что на остальных уголках соединена в углах положил ее на пол вымерял диагонали подкладочками вот зафиксировал один край этот край скажем принял за базу вот он четко зафиксирован а этим краем игрался правее левее вот клиночками и так выжимал здесь вот клинками видно на из подставками пока не сделал две одинаковые диагонали теперь кинул кинул такие временные диагональные рейки на саморезах по углам чтобы геометрия сохранилась теперь я могу вытащить клинки подкладки и эту рамку на полу разместить с одинаковыми зазорами стену там более-менее одинаковыми уже так чтобы как-то было примерно похоже вот и все в общем то скажем так технология не требующая там особого кого-то ума вот ну тем не менее есть смысл заморочиться потихоньку двигаемся к победе это будущий пол теплый лежит ну не доделанный еще тут надо вместо выделить под печку надо геометрию нарисовать ну так в общем то еще день работы и можно будет пол собрать смотри как удобно если бы не эта штука я бы сейчас забивал гвоздики натягивал бы нитки проверяя соосность а так поставил его на табуретку зайчик выровнял здесь на среднюю линию на осевую и методом юстировки подвел зайчик вот на эту линию осевую вот зайчик хорошо видно зеленый и все получил идеально ровную соосность линии примыкания usb плиты мне 22 декабря 2021 год значит решетка для утеплителя на полу собрана напомню это помещение предназначено под мастерскую будущую бетонный пол это у нас перекрытие лодочного гаража граф под нами находится вот для того чтобы было комфортно в ноги в холодное время года вот было принято решение постелить 50 пятидесятку пенопласт накрыть usb плитой у меня такие плиты остались вот опалубки гаражной они были покрыты пленкой поэтому цементом они почти не не испачканы значит сейчас подвигаем решетку выставим ее положение на полу а потом уровень уровнем выставим в горизонт сразу забегая наперед скажу вот здесь у нас эта сторона имеет уклон где-то сантиметра два два с половиной я вижу по уровню придется подкладки для подкладки мне мой товарищ любезно предоставил с производства мебельного вот таких обрезков разного размера и разной толщины фанеры из них мы сделаем подставочки и выставим пол горизонт и так поехали я на полу делал гидроизоляцию таким акриловым раствором после высыхания напоминающим резину вот поэтому деревянный пол влаги деревянные к полу нигде дюбелями не не дюбелил не анкерил значит пол было принято решение закрепить на пену вот так фиксирующие такие лепухи в углах я не закончил пена кончилась я что-то рассчитывал шуми два баллона хватит а не хватило два полных едва начатых ну скажем для в клейке пенопласта придется отдельно пену покупать а вот эти вот швы я думаю между стеной между стеной и брусом надо продуть пеной опера сквозняков под полом не будет во вторых рама будет стоять четко по центру без движения на всякий случай сочинил такие подпорки в потолок чтобы пена не выжала раму по углам он стоят рейки на саморез длинные закрученные в газобетон держат здесь деревянный каркас то же самое держат рейки пену купил которая позволяет до минус 10 работать вот такая нет стоп не то это был начатый баллон вот лакрисил какой-то там трампам-пам всесезонный монтажный вот от минус 10 до плюс 35 в общем все ждем застывания пены завтра продолжу и начну вклеивать пенопласт и надо будет сейчас как-то отважиться второй лист поставить наверх одному в две руки поднять то нет несложно а вот подержать чтобы его зафиксировать чтобы не упал хотя бы на один шуруп туда будет проблема ладно поехали работаем придумал как поставлю второй лист значит прикрутила такие из фанерки здесь шуруп до конца не дожал чтобы люк был чтобы здесь зазор был шире чтобы легче было попадать здесь шуруп чуть плотнее и второй такой клык все сейчас со стремянки стану руками подыму вверх лист и сюда засуну вверх зафиксирую он струбцину положил сразу чтобы под рукой была в общем-то уголь на выдумке хитра или еще как говорят глаза боятся руки делают это все минута дело лист предварительно стоит но надо сейчас подровнять его надо подвинуть на этих 7 сантиметров влево там надо веревкой зафиксировать вверх за струбцину дать натяжку а потом отжать тот краю немножко цепляется за балку сегодня у нас 28 декабря мне вышел на рубеж наполняю пенопластом ниши и накрывать буду usb плитой значит хотел показать как двигается значит ну режу скажем так под размер с небольшим натягом то есть с небольшим допуском в плюс что пенопласт туринка заходил приходится добавки делать потому что ячейки порезаны не по размеру пенопласта а по размеру usb плиты один моментик такой лайфхак скажем так не забываем выносить карандашом метки вот вот метка показывать вот эта метка вот на стене и вот карандашная метка на стене здесь метка это осевые метки всех этих балок чтобы потом была возможность вот так лазерным уровнем дать линию и прошурупить по этой линии саморезами лист нигде не промахнувшись мимо балки скажем воздух не накрутить шурупов продолжаем второй день вкладывать пенопласт закручивать usb плитой в этот раз я уже немножко ускорил процесс прикручивания я предварительно положил вот эту плиту на свое место и на ней расчертил все осевые линии вот вот эти линии по которым будут идти ряды саморезов теперь только вклеил пенопласт плиту кинул и пошел шуруповертом фиксировать плиту 31 декабря вот такой фронт работ осталось вот сюда кусок вырезать сюда добавочка маленькая этот квадрат остается под кафель здесь будет делаться по-другому здесь пола не будет из usb плиты ну шо кусок работы приличный сделан но я честно я думал что будет быстрее это лазение на четвереньках вырезание пенопласта занимает много и сил и времени так 31 декабря 2021 год была программа максимум зайти в новый год с собранным полом я ее выполнил сейчас три часа дня закончил последний кусок прикручивать вот здесь где угольник лежит значит деревянные лаги 50 на 50 заполнение пенопластом между лагами и все прошуруплено по периметру аки заклепки самолета так всех зрителей с наступающим новым годом всего самого хорошего в новом 2022 году в общем я доволен своей работой сегодня у нас 4 января значит наша мастерская пол закончен ну закончена usb плита сверху будет после того как сделаются стены потолки все будет накрыто линолеумом я думаю подложечка будет небольшая под линолеум выравнивающая и линолеум значит сегодня я закончил разделительную стенку вот эту зашивать снаружи usb плиту это стена по типу каркаса как каркасные дома строятся вот сегодня я закончил полностью зашивать это все где большие куски где маленькие общем как получилось из обрезка вот все что осталось изнутри эта стена будет наполняться каменной ватой роквелл я уже имею такой опыт в 2010 году я строил домик у меня второй этаж каркасный сейчас покажу вот мой дом первый этаж газоблок второй этаж каркас каркас в две руки так называется его полностью сам собрал здесь будет наполнение минватой потом пароизоляция монтажная рейка фиксирующая это все и поверх этого всего красивая стена из гипсокартона здесь победить под периметру будет то же самое это место на полу у нас осталось здесь будет залита стяжка на стирадуре двадцатку положу на 1 стирадур приклеив полу сверху стяжку сеткой и положу кафель на этом квадрате будет стоять маленькая красивая дровяная печечка типа булери антика что-нибудь такое маленькое для кроме электрического отопления будет еще очень комфортно дровяное вот такие в общем то у нас объемы работ здесь стена это старай со стороны сырая она просто покрасится я еще не придумал чем надо подумать может быть банально фасадной какой-нибудь акриловой хорошей краской